Всем привет! В сегодняшнем видео поговорим про обновление и сброс сезона в игре FIFA Mobile. Согласись то, что уже немножечко теряется интерес к игре, потому что некоторые события идут по второму кругу. Рейтинги становятся просто какими-то невероятными, чего стоят те же самые Ultimate Totti. Сейчас я не вспомню ни одну версию игры, где бы у нас повторялось такое событие как Totti или Tots именно в одном сезоне, потому что такого просто не было. В общем, что такое сброс сезона, когда он будет, ты узнаешь в этом ролике. Если видео в таком формате тебе понравится, не забудь поставить лайк, ну а также подписывайся на канал, если ты вдруг увидел мой канал впервые. Ты хочешь купить звездный абонемент или FIFA Point для того, чтобы максимально качнуть свою команточку или подкрывать паки? Переходя по вот этой ссылке в описании, ты попадаешь в серийшоп. Тут из всего представленного ты выбираешь для себя нужный товар. К примеру, тот же самый звездный абонемент, который сейчас стоит всего лишь 899 рублей. После чего ты оплачиваешь, скидываешь чек, после чего покупка нужного тебе товара будет выполнена в кратчайшие сроки. Еще раз напомню тебе то, что ссылка в описании, переходи и приобретай все, что хочешь. Как ты знаешь, наверняка существует консольная и мобильная версии игры. В принципе, всегда мобильная версия пыталась как-то культурненько срисовать с консольной версией и взять все то же самое. Простой пример это событие Тотти. На консольной версии всегда Тотти выходит и через неделю в мобильной версии уже появляется такое же событие. В общем-то всегда, в принципе, все похоже, но в этом сезоне что-то и с форсоном удрили именно со сбросом сезона мобильной версии. Сезон FIFA Mobile стартовал 18 января 2022 года. И без малого уже идет 1 год и 2 месяца. Плавный сезон FIFA Mobile 22 перетекал в FIFA Mobile 23. E-Sports нам показывали сезонные обновления и это было до чемпионата мира плюс-минус. После этого тоже были какие-то сезонные переходы в плане обновления каких-то карточек именно по трансферам. Со стороны вроде бы все это выглядит более-менее нормально, потому что E-Sports старается над игрой, пытается что-то в ней исправить и что-то обновить. Но так-то если посудить, играть в одну и ту же самую версию больше года это только минусы. Почему? Потому что те же самые карточки некоторых футболистов начинают повторяться в очень большом количестве. И к примеру после той же самой 108 карточки Хакими у него в Тоти почему-то выходит 106 карточка Хакими, которая по рейтингу-то хуже. Но при этом если сравнить те же самые статы, то 106 карта Тоти будет лучше. И в чем тут логика? Логика простая, чем дальше мы продвигаемся в этом сезоне, тем конечно же статы у игроков будут становиться лучше. Но не значит то, что лучше будут становиться именно рейтинги у некоторых таких карточек как Хакими. Но если разбирать именно данный пример, в расчет мы не берем 110 Ultimate Тоти карточку, потому что говорили именно про основу команды года. Летом в свою очередь произойдет достаточно знаменательное событие и FIFA 23 переименуется в E-Sports FK. Не забываемся и в голове держим тот момент, что E-Sports все что выпускает в консольной версии, то же самое выпускает и в мобильной версии. Так что какие-то внутренние мини обновления и та же самая смена названия будет и в мобильной версии. Ну и наверняка именно сейчас у вас созрел такой интересненький вопрос. Означает ли то, что летом произойдет изменение названия FIFA, сразу же так же и произойдет обновление, что мобильной, что консольной версии. Ответ максимально понятен, в принципе кто-то огорчится, а кто-то обрадуется. На данный момент времени эти вещи никак не взаимосвязаны. Все мы знаем такой интересный игровой режим FIFA Mobile как Division Rivals. Он у нас разбит на определенные сезоны, которые длятся по 28 дней. Недавно тут слегка обновили награды и теперь выявилось целых 3 ранга у чемпиона FIFA. Ну и вот сейчас ты наверное немножечко удивишься, если еще не слышал эту новость. Ну и по секрету скажу, в моем телеграм канале эту информацию можно было узнать первым уже где-то неделю назад. Ссылка в описании. У нас уже сейчас идет 15 сезон Division Rivals, а всего их запланировано 27. Изначально на данную версию игры их было запланировано 15, но к сожалению из Force потом их решили добавить. Ну и вот эта вот достаточно интересная поздняя дата указывает как раз таки на то, когда закончится этот сезон игры. Просто представь, еще почти год мы будем сидеть именно в этой версии игры FIFA Mobile без каких-то значимых обновлений. Ну конечно же с добавлением только новых событий. Лично меня это совершенно не радует и из-за этого я вижу только какие-то дальнейшие проблемы в игре и сейчас объясню почему. Ну а свое мнение ты можешь оставить в комментариях. Потому что в принципе на рынке сейчас уже идет полный процесс обесценивания всех возможных карточек. Что чемпионаты мира тот, что тех же самых Тотти новеньких. Все это происходит конечно же не из-за того, что сезон очень долго идет, а из-за того, что очень много паков за FIFA Point, а самоцвета, которые люди открывают. И конечно же получают игроков, которых потом выставляют. Но все же длина сезона тоже на это влияет, и после выхода некоторых Тотти карточек некоторые Тотти карточки не особо актуальны по своему рейтингу. Хотя Тотти всегда являлась тем событием, которое выходило практически в начале сезона. Но и практически любая Тотти номинант карточка, либо просто Тотти карточка, которая не была в основе и имела не самый высокий рейтинг, залетала в среднестатистические составы на ура. Сейчас это представить достаточно сложно, потому что после события Тотти большинство людей укомплектовали свой состав именно Тоттами, и что-то менять не особо горят желанием. Единственное, что при любых раскладах взлетает в основные составы практически всех игроков, это Ultimate Тотти карты. Про примерную дату сброса и обновления сезона мы с тобой поговорили, а теперь я тебе давай объясню, что вообще такое сброс сезона. Конечно же это не что иное, как переход из одной версии в другую версию игры. Но большинству людей конечно же интересно, что произойдет с их основными составами и с ресурсами на аккаунте, такими как самоцвета, FIFA Point и монеты. Тут все прям максимально, очевидно сбросится полностью твой основной состав, самоцветы и монеты, они не перейдут в следующую версию, но не стоит раньше времени расстраиваться. Наверняка у нас будет какое-то межсезонное событие, которое было также и в прошлом сезоне, что оно из себя представляет? Событие, где ты получаешь некоторых игроков, которые с другими рейтингами переносятся уже в новый сезон. Также в этом же событии ты можешь получить какие-то наборы за FIFA Point, которые тоже перенесутся в новый сезон, ну и то же самое работает и с другими расходниками, усилениями навыков, ну и монетами. Ну и чем больше рейтинг ты набьешь именно в этом сезоне, тем лучше награды ты получишь на старте следующего сезона, так что есть какая-то мотивация собирать свой основной состав и обновлять его постоянно при первой возможности. Конечно, то же самое количество ресурсов и рейтинги футболистов, которые мы будем получать на старте нового сезона, будут совершенно несопоставимы с тем, что мы имели под конец прошлого. Но стоит понять то, что в этом и заключается смысл нового сезона и сброса старого сезона. У большинства пользователей с помощью этого появляется, конечно же, новый и дополнительный интерес играть в FIFA Mobile. Я тебе рассказал всю самую основную и важную информацию, так что если видео тебе понравилось, не забудь его поддержать. Спасибо за просмотр, ну и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok